Россияне жалуются на снижение доходов Скоро это изменится Социальная сфера экономика Полночь 4, 31 августа 2019 года На низком старте россияне жалуются на снижение доходов Скоро это изменится Фото, Александр Петросян, коммерсант Доходы россиян сокращаются уже несколько лет подряд Что негативно отразилось на числе бедных россиян Но у российских властей есть план выхода из сложной ситуации Согласно прогнозам, негативный тренд удастся сломить уже по итогам 2020 года Однако, чтобы закрепить результат Придется создать условия для устойчивого экономического роста И значительно повысить производительность труда Долгожданный зарплатный рывок в материале ленты.ру Повышение реальных располагаемых доходов россиян Является одной из главных задач экономической политики властей страны И напрямую влияет на реализацию цели по сокращению числа бедных Однако реальные располагаемые доходы Доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию Падают пятый год подряд В 2018-м они опустились на 0,2% по отношению к предыдущему году Хотя в правительстве были уверены, что показатель покажет позитивную динамику И в 2019-му году ситуация вряд ли улучшится, считают в Минэкономразвитии Фото, Дмитрий Каратаев, коммерсант В августе ведомство снизило оценку роста доходов в 10 раз с 1 до 0,1% Кроме того, в Росстате, который подчиняется Минэкономразвития Посчитали, что за первые полгода 2019-го года в России уже выросло число бедных По его данным, в стране проживают 20,9 миллиона 14,3% Человек с доходами ниже прожиточного минимума Хотя годом ранее их было 20,4 миллиона 13,9% Причиной бедности россиян наравне со слабым экономическим ростом считают закредитованность населения Из-за падения доходов жители страны набрали потребительских кредитов Однако выплаты по процентам в итоге только сильнее ударили по доходам Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в настоящее время у 15% российских заемщиков свыше 70% дохода уходит на оплату долгов Обеспокоенность ситуации в экономике и доходами населения выразил президент России Владимир Путин По его словам, хотя в первом полугодии ВВП вырос на 0,7%, а промышленный рост за 7 месяцев составил 2,6% Важно добиться более устойчивого и динамичного роста экономики Еще хотел бы отметить уже в качестве положительного фактора это инфляция Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении Но даже на этом фоне с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно Такое положение дел не может не вызывать беспокойства, сказал он Максим Орешкин Фото, Алексей Никольский, РИА Новости Между тем роста доходов россиян власти смогут добиться уже в 2020 году, уверены в Минэкономразвитии По прогнозу ведомства, он составит 1,5%, даже несмотря на почти нулевой рост по итогам нынешнего года Этому будет способствовать ускорение роста ВВП до 1,7% и увеличение инвестиционной активности с 2 до 5% Экономисты, которые скептично настроены по поводу перспектив увеличения доходов населения в 2019 году Тем не менее подтверждают прогноз Минэкономразвития на будущий год По их мнению, в 2020 власти действительно могут добиться роста доходов россиян Однако для этого экономика должна показать устойчивый рост Снизится налоговая нагрузка на физических лиц или увеличится производительность труда Фактор риска Доходы населения напрямую зависят от роста экономики и от производительности труда Если у вас ВВП растет с темпом 1% в год, то понятно, что каждая отдельная его часть отрасль экономики примечания ленты.ру не может расти сильно быстрее и устойчивее Пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК Альфа Капитал Владимир Брагин По его словам, в таких условиях резко повышать зарплаты опасно, поскольку это может привести к негативным последствиям Компаниям придется отдавать большую часть выручки на заработные платы, в то время как прибыль будет снижаться В результате у предприятий будет падать рентабельность, что увеличивает риск банкротства Фото, Дмитрий Лебедев, коммерсант По мнению эксперта, в условиях низкой безработицы, в 2018 году в России она была на уровне 4,8% Самым устойчивым способом стимулировать экономический рост является повышение производительности труда Ресурса на взрывной рост производительности труда нет Поэтому, к сожалению, темп роста реальных доходов может, конечно, не нравиться Но, если смотреть объективно, быстро его нарастить можно только за счет увеличения уровня риска в экономике То есть за счет увеличения потенциала для будущего циклического спада в экономике Мне кажется, это не совсем разумно, пояснил экономист Брагин добавил, что такая ситуация с производительностью труда характерна не только для России В целом, ни в одной экономике миропоказатель не растет темпами выше 1-2% О необходимости работать над производительностью для стимулирования экономики напомнила и главный экономист по России СНГ Кренессанс Капитал Софии Донец По ее словам, устойчивый рост ВВП достигается, когда увеличение реальных трудовых доходов пропорционально увеличению производительности труда Аналогичного мнения придерживается и заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования Акро Дмитрий Куликов Заработные платы функция производительности труда, общеэкономического здоровья, уровня конкуренции на рынке труда Как и для экономики в целом, для заработных плат наступает период, когда рост производительности трудоосновный фактор, сказал он Правильный подход Другим действенным способом повышения доходов россиян является снижение налоговой нагрузки, например, отказ от НДФЛ на доходы ниже 20 тысяч рублей, считает ведущий аналитик открытия брокер Андрей Кочетков Для многих граждан это станет очень значимой поддержкой, которая позволит улучшить ситуацию с уровнем жизни и обеспечением товарами первой необходимости, сказал он Однако российские власти, очевидно, сделали ставку не на снижение налогов В начале года НДС в стране поднялся с 18 до 20%, хотя это и сильно ударило по жителям страны Как свидетельствуют результаты проверки, проведенной счетной палатой, за последние три года рост задолженности по имущественным налогам в стране составил 16% Фото, Григорий Сысоев, РИА Новости Повысить доходы население власти решили за счет роста производительности труда В мае 2018 года Владимир Путин подписал указ о 13 национальных целях и стратегических задачах развития страны, которые стали известны как нацпроекты Одним из них является проект «Производительность труда и поддержка занятости» На его реализацию до конца 2024 года планируется направить больше 52 миллиардов рублей Этот нацпроект подразумевает повышение производительности труда на российских средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей в среднем на 5% в год до конца 2024 года Достичь этой цели предполагается, в частности, за счет льготного кредитования организаций, участвующих в нацпроекте, налоговых преференций, а также внедрения на предприятиях передовых управленческих, организационных и технологических решений, обучения сотрудников, модернизации служб занятости В начале года Максим Орешкин отчитался, что нацпроект уже продемонстрировал конкретные результаты Пилотные предприятия по итогам 2018 года показали рост производительности в 10%, и нацпроект продолжает активно расширяться Министр экономического развития добавил, что мероприятия направлены прежде всего на изменение производственной культуры и повышение интереса сотрудников к рабочему процессу Росту их заинтересованности способствует то, что сотрудники видят результат не только в росте производительности или других показателей, но и в росте зарплаты Министр отметил, что эти два показателя тесно связаны между собой Елизавета Городищева